Слышно меня, да? Да, это полезную тему. Я хотел что-то рассказать, но расскажу сейчас. Headline Search. Кто знает, что это Headline Search? Кто не знает? Не знает. Headline Search — это техник баня, который вы видите. Раз, два, три, два. Он таргетируется тоже на определенное ключевое слово, на ключевое слово. У него есть фоточка, текст, и... Можно занавески закрыть? Headline Search есть в VMS, и Headline Search есть в целых центрах, или, говорят, вид, там, где контакты. Честно говоря, да, во многих аккаунтах. У меня на новом аккаунте нет. На старом он есть. Я настраивал его как через AMS, так и через Headline Search. Там есть отличия, я не знаю, сейчас на этих нюансах не будем останавливаться. Я просто включу вас. Основные принципы. То есть все, кто его запускает, очень часто получается либо очень хорошо сразу, либо очень плохо сразу. Значит, основные принципы, как его делать. Это баня, он не баня, это как рекламное объявление. Он чем-то похож на объявление Google AdWords, и я вам скажу чем-то, что в нем есть текст. Вот этот текст, который депортно спиларайз, спиралайз, промо-стеш, бла-бла-бла, этот текст запишется отдельно для каждого баня. И он имеет значение, и большинство людей просто не думает, что он у меня есть. Как я настраиваю Headline Search? У меня есть статистика по всем компаниям PPC обычных. То есть я знаю, с каких запросов у меня продается товар. Ну просто беру это, свожу и знаю, с каких он продается. А КОС не важно, как и так. Что? А КОС не важно, как и главный продакт, основные критерии. Где? Ну вот, КОС. Главное, да. Главное, что... Есть правильный продакт. Можно смотреть, но там от двух ордеров уже нет. Я потом беру эту всю семантику и делю ее на сегменты. То есть, если там взять, допустим, это Potato, кто скажет, чем этот банер, он здесь вообще не к месту. Ну там видно очень четко. Почему он вообще... Тут вот блок как-то. Почему он платит? Я вижу, что надо будет помазать. Правильно? Я вообще не ожидал. Я лучше видно. Да, вот. А когда он не нужно поваживать? Ну да, может плохо видно. Значит, у нас запрос по Take to Slice at the Price. А здесь сверху, а здесь запросы. А показывается на спиралайзере. То есть, как бы, трагетинг вроде бы да, но не до конца. То есть, этот спиралайзер, скорее всего, с этого запроса в обычной рекламе бы не продавался. Вот. Может он и знает, что-то чего мы не знаем. То есть, понимаешь, покупатель, когда заходит, он не должен думать. Он должен, увидел, там, задал запрос, прочитал то же самое, нажал и купил. Все. Значит, этот баннер плохой. Как мы делаем хорошие? Берем все запросы, которые у нас продают. Делим их на сегменты логические. То есть, там, Take to Slice at the Price. Потом спиралайзер. Потом, то есть, вы все знаете, у вас будет 7-10 этих сегментов среди ваших всех ключевых слов. И я не долго думая, я не использую. Там у него есть и Broad, и Phrase. Не пользуюсь вообще. Я под каждый этот сегмент создаю отдельный баннер. Вот этот текст должен четко отвечать на вот тот запрос. Человек ищет Potato Slice for Price. Здесь должен быть, вот здесь вот первым товаром должен быть Slice for Price. И должно быть написано, что это слайсер и с какими-то еще там супер преимуществами. Нельзя писать Best, оно не пройдет модерации. Но можно написать, что там какие-то там нежавейка, там еще что-то. Вот добавить туда можно там буквы, всякие цифры, если там будут вообще хорошо. Цифры хорошо приковывают внимание. То есть, ваша задача приковать внимание. Вот этим банком. Сюда вы ставите этот товар. То есть, он как бы настраивается на три товара. Но мы подаем плавно, это вот этот первый. Сюда ставите свой товар, на который вы таргетируетесь. И сюда еще два дополнительных. И желательно в конце поставить что-то вот такое, чтобы оно было контрастно. То есть, он приковывает взгляд. Что там, вот если у вас есть три товара или там больше, выберите что-то такое, чтобы оно было, конечно, из этой ниши. И плюс оно будет, как бы, внимание будет сразу обращаться на этот банк. И все. Значит, вы в каждую компанию, я стартую. Там дальше можно их развивать, больше делать. Но когда стартуете, вы просто делаете компанию, вставляете в экзакте вот этот сегмент слов, пишете четкий текст и запускаете этот банк. Вот я вам показывал вот этот скрин с дедлайном. Вот это вот все один дом. Вот это вот столько сегментов я выделю. И вот они по-разному конвертятся. То есть, вот это все. Это основная идея, как запускать хедлайн и почему он хорошо работает, если его делать так. То есть, он работает вместе с рекламой. Человек заходит, видит баннер, видит потом рекламу этого товара, видит ее в органической выдаче. И он понимает, что это доминирующий товар ниша. Поэтому запускает. И он покупает то ли с кедлайна, то ли с рекламы. То есть, она как бы поддерживает эту группу. Эти все блоки. Все, секрет раскрыт. Дальше можно сдавать. Но дополнение ко всему, помимо кедлайна, потом идет ваш спонсор, это потом все вы в органике. Очень сложно не купить у вас товар. Да, да, да. В экзакте. Почему не делаете? Потому что там есть сурштерм. А я не хочу сидеть и потом думать, по каким сурштермам он сработал. Можно дальше делать тесты какие-то, делать еще. Я не делаю. Я запустил, оно работает. Спасибо, лайк. Молодец. Как ты их выделял? Логически. Есть спиролайзер стальной. Есть у меня запрос. Стальной спиролайзер. Это один будет сегмент. Есть спиролайзер для картошки. Это будет второй сегмент. Спиролайзер стальной для картошки. Это третий сегмент. Но их можно потом объединить, чтобы сильно не распыляться. Потому что там этого текста 50 символов. И можно один баннер сделать для спиролайзер стальной для картошки. И действовать на два сегмента. Получается, для каждого ключевого запроса ты подаешь, что вы копали? Нет. Там сегмент. Я не знаю, как кластер, сегмент, как хотите его назвать. Но это логический. То есть вы видите, что эти запросы слова переставляются. Но человек, когда его задавал, он имел одно и то же. Ну, в виду он это имел. Ты изначально слова берешь из продающих? Да. Только продающие из рекламы. Да. И ставите нормальную ставку и вы видите тут. Тут я особо не экономил. Я там купил два баксов. Не изначально сегменты. В CTR получается… А что его здесь нет? Ну, короче, в CTR по хитлайну получается примерно 3%. Часто. 3-5. Потому что он вверху висит сам. Если вы отвечаете на запрос пользователя, он кликает туда в первую очередь. Ага. То есть взять только там, те, которые топовые, да. Потом можно. Потом можно разбивать. То есть вы видите, что этот банер лучше работает, этот хуже. Понять, что там тот текст лучше работает. Подумать, написать другой текст. Ну, в общем, это дальше уже такой рутинный процесс оптимизации, где каждый PPC-шник его делает во дворце, например. То же самое. Переписывается объявление, чтобы получить еще больше CTR. Но я поставлю посылку. А почему это левый товар продается? Что-что? Что левый товар – это стройки, левый товар – это тот, который продается? Нет, продаваться могут и эти. Но может продаваться тот, потому что мы его рекламируем двумя фотографиями. Думя? А, ну, принц. Нет, этот банер, если нажать на текст, ну, на текст синенький, он отошлет на страницу, где будут все товары. Все вот эти три минимума или больше. А на каждый, если мы на любой вид нажмем, он отошлет прямо на страницу товара. Но в основном продается на милой. А там не будет первый товар? Да, он больше внимания приковывается. То есть вот тут вот один товар, а вообще товаров уже три. То есть, по идее, они три друг друга заменяют, разные цвета. По идее, один набор делается на один товар, второй набор на второй товар, третий набор на три. И потом смотрим, что работает лучше. То есть, может белый работает лучше, может черный, может расстановка банируетик, расстановка товаров по ряду работать по-разному. Это уже нюансы. А если вы говорите, как четвертый кадр, товар может тоже добавлять в выдачу? В выдачу, да, в топе нет. Ну, в самом баннере только. Но в рекламную компанию можно добавлять четвертый, четвертый и пятый? Ну, в выдаче она будет, да. То есть, когда он нажимает и заходит, там будет пять, может шесть товаров. Но не надо распылять выбор для покупателя. Если он видит три товара в баннере, он ожидает видеть три товара в клипе. Ну, пять максимум. Так, нормальная цена закликает? А где будет четыре? А где будет четыре? А где будет четыре? А где будет четыре? Они только три показывают. Правильно? Нигде. Он будет показывать уже по клипу. Ну, сейчас. Секундочку, давайте сейчас чуть-чуть порядочим. Я предлагаю. Руку поднимаем. Я даю микрофон. Вы задаете свой вопрос. И кому вы его задаете? И правило такое, что говорит один человек, у кого есть микрофон в руках. Который не раздает. Окей. Я, допустим, раньше руку видел. Начнем отсюда, а потом нет. Окей. А, и против встать еще. Нет? Да. У меня два вопроса. Один, соответственно, по хэдлайну. Вы когда рекламируетесь, вы в основном один или у вас инкуренция в хэдлайне? Вы в основном имеете высокое. Или у вас перед покажем, как я планирую? Сколько часто вы попадаете из кривальной группы? Ну, я не сразу вопрос. Мне не ровно задают. Да. И сразу второй вопрос. По регистрации в торговой марке. Чеми у нас пользуетесь? Сколько сложных процедур и сколько стоит? Потому что я например недавно спрашивал. Дети и три доллара недавно. Это как бы возможно? Один, два. Сейчас. Если самостоятельно пользуетесь, тогда расскажите. А если нет, то чьи наступим кофе? Потому что я тут пришел. Вот там порядка. 500 кс. Ну хэдлайн я-то не отслеживаю. Да, сколько же там я показываю? Как я могу разглядеть? Выпал я из него или нет? Я захожу, смотрю, есть. Прокажу, там клики есть. Клики есть, значит? Да, клики есть, показы есть, значит есть. Вот именно в этом кейсе сколько раз я не заходил, там всегда есть. То есть я там ставку поставил высоку, видимо конкуренция низкая. Я не проверял. Пока ничего. Просто было неинтересно. Может дойдут? Мало кейсов по поводу хитлайна. Мы сами еще не особо тестировали до конца. Вот у меня это я войновой запущенная компания. На три моих товара. Плюс один главный. У нас там CPC 30 центов. CTR 1 29. Ну и костов. Ты что привлекла? 31 процент. Ну, не много. 600 долларов оборота за месяц. Но если запустить на 20 таких товаров, то мы уже начинаем 12 долларов дополнительно оборота за месяц. Можно даже какой-то продюс. Нужно пробовать. По диффьюзерам я делал 30 процентов. Ну диффьюзер это такой товар. Замечательно. Вот именно на хитлайне. Да. Ну это было. Ну там так было. Ну это было. Да. По бренд-трейдингу по этому финлайну я могу через месяц. Могу что-то сказать. Потому что на данный момент мы только получили. Вот. По поводу торговой марки я делаю через алекса бренд. Бренд Лекс, по-моему. Но у меня в этой таблице инструментов есть. По поводу стоимости это 275 долларов. У них государственная госпошина. И остальные услуги. Один класс. В основном всем советую сделать два класса. Это класс рекламы. Не помню как он там. Двадцать пятый. А тридцать пятый класс. И соответственно класс вашего продукта. Максимальное количество товара туда внесите. Вот. Ну в принципе все. По большому счету. И мне единственное вот. Я это сделал отдельно. Не знаю как это будет отдельно стоить. То есть 275-275 плюс услуга. Я сделал соответственно 675-675. Потому что я про рекламу не знал. Оказывается. Сделал торговую марку. У тебя товар пошел. Кто-то зарегистрировал торговую марку и не даете рекламировать. Ну то есть свои проблемы. Вот эти нюансы мы узнаем по ходу пьесы так скажем. Вот. В принципе все. По поводу торговой марки. Я не помню где я это успехал. Возможно на одном из лайвов. Но повторюсь. Я когда узнал что в Китае можно регистрировать торговую марку. Например мою. И соответственно не давать ей на экспорт отправлять товар. То есть я не смогу забирать товар из Китая. Соответственно мы выставка зарегистрировали ТМ в Китае. Т.е. вы что-то производите по торговой марке и продаете на территории США. Но вы не сможете вывести ее из Китая. И сколько это или хватит ваших нормалей. Самый важной вопрос вечера. Как теперь делать завт. Как вы поступите за цель создан? Какие конкретно у вас идеи? BBC пора. На самом деле ничего по другому не отвечу. Отзывы мы не покупаем. Я с нуля отзыва в будущей BBC. Но хорошо. Один, два, три отзыва. Да, я согласен, что отзывами стоит заниматься. Они повышают конверсию. Все замечательно. Если бы я занимался постоянно, то я бы обязательно закупил его отзывы. И сделал бы это исключительно через даже пускай группы или еще какие-то там форумы американские или даже наши форумы. Но только после проверки региора, который собирается оставить билон. Ну, не сложно зайти на профит-ревьюера и посмотреть, что у него каждый день по 10 долларов падает. Ну, логично, что это мастер-ревьюер. Если у него последний отзыв неделю назад или месяц назад, это ваш клиент. Это человек, который мы с проблемами на 50 долларов оставили, чтобы он оставил вам хороший год. Ну, в образе. Он стоит намного дороже такой клиент, чем мастер-ревьюер, сбуру хоть там. Это дело не он. Ну, да. Я могу тут присоединиться. Еще добавить, что да, PPC мы будем включать от нуля отзывов сейчас. То есть, пока опыта нет, их удалили, а новые товары вот сейчас подъедут, будем запускать или и думать. То есть, мы изначально придумали, что мы будем вот таким же образом находить хотя бы там до 10 пек отзывов. То есть, не в группах заказывать, а найти, кто нам их оставил. А потом уже, то есть, звезды есть, PPC льешь, респондры шлется. Товар, главное, качественный. И отзывы оставляются. Реально, они оставляются. Там, мне какая-то бабушка писала, что она не поняла, как я ей ответил. Она мне в благодарность оставляет отзывы. Я просто узнаю по стилю письма, что это та же самая бабушка. Ну, они оставляют. Я же говорю, мы закупили там, по-моему, 50-50 чем-то. Сейчас у нас 78 отзывов. Товару 2 месяца. Ну, то есть, 30 отзывов или, примерно, 25 налилось. Ну, какие отзывы, да. Что? На этом фу-фу товары были отдельные. Я вот сегодня показывал как раз киншот из PPC-скоупа по поводу амплитуры гарнитуры. Там был какой-то некий ломанный график. Где-то посредине этого графика срезали все отзывы. Там их было 125 плюс-минус. И к моменту публикации было два отзыва, которые органическим путем пришли. Не повлияло отрезание отзывов ни на органику, ни на рекламу. Абсолютно. Вот в фиолетово. Что будет отзыв, а что нет. Для меня это удивительно, конечно, но... Бак. Смысл в любом случае по отзывам постоянно меняется, ситуация меняется. Я лично по отзывам как заказываю, так и заказываю. И заказываю до этого, и после этого. Есть разные методики. В любом случае, если вы раздаете на старте, я вам много раз рассказал, 20 отзывов и планируете получить 20 отзывов, сразу же это неправильно. Мы на данный момент пытаемся логически это обойти, но если есть пересечение у ревьюеров, я разрабатываю различные стратегии, связанные со своими возможностями. Те люди, которые делают это ревью, если они действительно с одного аккаунта делают, например, мне 100 отзывов и дяденьке 100 отзывов одновременно. А и, не дай бог, еще и тетеньке. Вот это уже беда. И здесь уже зависит от людей. То есть я как бы с людьми работаю, пытаюсь все это отстроить, но это в любом случае серый способ. Надо стремиться к белым. Я на данный момент, это один из, ну для меня лично, вот я как раз рассказывал, склейка у меня прошла супер неудачно, ну просто вообще. Я, в принципе, на 1 мая практически все аккаунты в ноль превратились у меня. То есть вот за мая мы восстановили многие аккаунты. Все из того, что она не дошла. Один плюс от склейки у меня был, это повышение конверсии. То есть я могу заветно сказать любому, что количество и рейтинг звезд влияет на конверсию больше всего. Любой мертвый товар вообще, я не знаю, не могу сказать, но у меня точно было два товара, которые один вообще не продавался. Бесселерат купал там с 20 тысяч до 700. То есть я продал его там, ну я не знаю, раскачивался он. Я ничего не делал вообще, ни PPC, ничего. Он просто встает. Вот нормальный товар раньше продавался, но вот не зашел в очередной раз. Мы его полностью распродали, другой товар не успели распродать, третий товар, например, склейка прицепляется на несколько часов. Ну там, примерно 5-8 часов, ноль продаж, 15 продаж, ноль продаж, 15 продаж за ночь. То есть это очень сильно влияет. То есть один из самых сильных вот этих показателей. То есть практически вот, ну не знаю, можно отсеять топовые товары глупые какие-нибудь там, очень конкурентные. Там действительно не сработает, скорее всего, и склейка. Но процентов, наверное, 70 на Амазоне. Просто если у вас полторы, как вот Федя говорит, полторы-две тысячи отзывов, любой говно будет продаваться практически. Но это неправильно. То есть вот у меня отклевли просто, то есть к чему у меня не зашла? А мне зашла. То есть только плюс. Ну, просто-напросто. У меня отклевли мгновенно. Мгновенно просто отклевли. Это не работа. Это посидеть можно. Да, можно добиться каких-то... Ну, если мы как-то срочные хотим доходы, то лучше и другие бизнесом заниматься. Ну, у меня онлайн или дропом, но не приватом. Нервов меня лично не хватает. Вот. По поводу раздач. Технологии, в принципе, понятны, аналогичны. Я думаю, я много раз рассказываю это. На начальном этапе я делаю много раздач. Много. И не получаю вот этого. То есть сейчас, в данный момент, у меня как бы план это на 15-й день, 15-го. Запускаю я рекламу из 10-го. Вот. Надо пробовать. У меня, ну, я не знаю, там, например, ребятам тысячи. Я сделал компании и всего остального. Ну, я занимаюсь полгода. Наверное, деньгах надо измерять, сколько потратим на рекламу. Я потратил много. То есть у меня где-то в среднем бюджет, наверное, в день тысячи долларов. Ну, вот за полгода вот сколько я денег потратил. Вот. В любом случае я делаю запуска рекламы 10-го. В принципе, сегодня я подчеркнул некоторые нюансы. То есть тоже попробую, подвечу. Например, нюанс недавно я услышал по конверсии, что можно один человек будет покупать несколько товаров, юнитов, а поднимать конверсию. Это не работает. Могут раз сказать, я за один день 100, что прождал, 20 человек. То есть рандомно, там, от одной до, соответственно, 80. Ну, короче, на 20 человек я сотни раскидал. Результат был абсолютно ноль. То есть некоторые эксперименты прокатывают, они срабатывают, некоторые не срабатывают. Тем мы и отличаемся. То, что есть возможность, есть эти эксперименты. То же самое созданы. Ну, вернулись, да, запанить задают. У меня на данный момент с двух листингов удалили все отзывы. Один листинг. И оба листинга это писали живые ревюеры. Не из группы, это именно авторики, которые… Ну, у меня авторики, в принципе, они все есть. Я некоторых убрал. Там, Сару сейчас убрал. У меня с нее закрытый листинг. Еще там с кого-то. Ну, то есть все вот, кто именно за деньги все это делает грамотно. Не просто в группах какие-то, но в любом случае. Те, которые мне сейчас делают, типа технических там… То, что есть три вида вот этих вот ревюеров. Это кто делает эти аккаунты технические, соответственно, злобные, как я и говорил, и живые. Живые, я считаю, не перспективно. Именно в том виде, как вот мы делаем. То есть просить. Наверное, какие-то есть механизмы, очень серьезные, связанные с маркетингом. Но пока мы даем недостатки. Из-за этого вот основная масса, как Федя говорил, абсолютно тоже там. Негатив копится, позитив не копится. Ну, если там один к одному, например, приходит, это уже неплохо. Два к одному. Ну, это 33 процента или 50 процентов. Кому нужно 2,5 езды? Ну, просто мы говорим о 4,5 езды. Но 4,4 – это край. 4,3 – это уже критично. Все. Из-за этого нам надо, соответственно, там, можно это легко посчитать, на 10, там, один негативный отзыв. Это нереально просто так получилось. Ну, нереально. Я не знаю, кто мне не доказал, таких я не знаю. У кого много приходит, только классно. У кого будет классный товар, спокойно может быть ситуация связана с тем, что просто негатив и конкуренты будут видеть. То есть сейчас, на данный момент, например, не верифайт поднялся, мы, наверное, заметили, что меньше негатива сейчас. Но я заметил однозначно. То есть негативы, то есть это хорошо, если мы будем в равных условиях работать, и у всех уберут эту возможность, с негативом будет работать проще. Потому что выкупы делать – это сложнее. Некоторые не проходят выкупы. Вот эти вот, кто закупом занимается, у них тоже понятно. Соответственно, это, в принципе, хорошо. Из-за этого правильно ребята говорят, что даже отзывы удалили, если у многих удалили, на равных условиях у нас будет нормальный продаж. У меня есть один товар, у которого удалили отзывы, это был первый. И у меня вариация находится в вариации 200 отзывов, 214, по-моему, у всех товаров, а этот товар – ноль. И я просто играю в ценой вариации, он у меня на данный момент самый дешевый стоит. Хотя по себе стоит не самый дешевый. Ну, реально, он хорошо продает. Ноль отзывов вообще. Зато не стоит негатив. Вот. Он у меня хорошо втравит, и я его не рекламирую вообще. То есть у меня рекламируются две вариации, а, три вариации рекламируют, две не рекламируют. Он нормально продается, я его сливаю. Вот. Если его разбанят, я туда заказал 130 раздач, например. То есть я 300 раздач могу сказать. То есть позавчера, по-моему, я сказал, полторы тысячи раздач. То есть если вы раздаете на старте 300, и у вас получается на 15 день 15 отзывов, остальные 300 придут в течение трех-четырех месяцев. То есть они будут постепенно карпать, очень медленно. И на десяти отзывы, на десятый день, получается, я запускаю PPC, у меня пошла органика. То есть я максимально вас разбиваю. То есть моя задача, чтобы эти отзывы были соотношены на 5%, 3%, 2%. Все. То есть я иду, как обычный человек, просто я считаю, люди умеют машину на данный момент, покажут. Что бы они там ни делали. Вот. Ничего минимум такое. Ребята, скажите, пожалуйста. Да, у меня так много, на самом деле. Самый два. Я уже где-то их полтора месяца создал. Такой вопрос. Как вы вообще отвечаете на вопросы с применением ключевых слов? Как много вы их используете, используете ответы на вопросы? Никогда. Никогда. Ни по отзывам, ни по ответам. Вопрос вы никогда не используете 5 ключей. Во-первых, если мы раз-раз. Вопросы чаще всего упоминать название товара. Достаточно часто или его свойства. Вот. Это у меня достаточно. По поводу вопросов, в ответ то же самое. Но я не считаю конверсию каким-то образом очень сильно влияет. Да. Мы тоже до этого не делали. Вот недавно просто взяли самые низкочастотные вопросы. То есть как наш товар называют и покупают по нему, который нам надо заиндексировать. То есть ты пишешь, а этот карли пресс остальной, вот и так-то так-то отвечает на вопросы. И что я могу сказать, что если посмотришь review-method.com, который анализирует отзывы, там есть показатель использования повторяющихся слов. То есть я не удивлюсь, если Amazon тоже это анализирует. То есть можно быть, конечно, почти больше, или самые умные, если сейчас свой драги пресс спамят в каждом комминете на отзывы или на каждом отзыве. Но Amazon это может спалить, я не знаю, что там грозить. Но я говорю, что review-meta сама, это даже не Amazon, она, этот сервис анализирует спамность слов в review. Не вопросов и ответ по ритме. А как ты его продалить? Да никак. Ты же не... Было 10, стало 20. Было 110, стало 120, завтра 116, завтра 8, 10. Но мне нечего ответить на этот вопрос, потому что мы не закупаем отзывы. Соответственно, не отвечаем на вопросы. Вопросы сами себе появляются, кто-то на них отвечает, кто-то нет. Я хотел сказать, что Amazon собирает 20 лет уже отзывы. И я думаю, что он все-таки научился понимать и считать, какое количество покупателей оставляет на самом деле отзывы во всех нишах. Во-вторых, Amazon знает точно, какие отзывы оставляют наши покупатели. Это типа great job, fast delivery, I like this product и так далее. У Amazon есть статистика. Это тупая работа с цифрами. Вашину научить понимать, что на вашем, на твоем листинге, если 30 отзывов вот такой вот величины, то это все, даже я скажу, что это 100% заказные отзывы. Да, машину учить не надо. Там должны быть и дженерик, и обычные какие-то там отзывы в соответствии с вашей нише. Там есть свои какие-то нюансы по-любому. Есть и топовые ревиры, они отмечались тем, что полезно. То есть они большие росты писали. Так что все значительно, вполне возможно. Была программа топ-ревиры, сейчас ее там потеряли. Вот, из-за этого сегодня это нового, а завтра это другое. Не надо ориентироваться на то, что будет отзыв в период времени. Ага, следующий вопрос. Дэн, к тебе вопрос по раздаче, он более секретный секрет. А где ты собирали фарму для раздачи? С какими скидками или бесплатно ли ты все-таки раздаешь? И какие ссылки должны работать? До последнего времени я реально не занимался PPC. То есть я с декабря месяца начал заниматься. Тогда нормально все пустовало. Пустоваться нормально у меня перестало где-то в декабре месяца того года. Постнули просто резко перестало густиться, потому что у меня была реальная стады. У меня четко, как швейцарские часы, все продвигал. В ключах я переходил, переходил, переходил. После этого я запустил PPC и, так сказать, двинулся сюда. Вот сейчас, на данный момент, я отдаю этого авторикам таким же. То есть одних меняем на других, просто все с ними общаюсь, как они это делают. Вот, сейчас с последнего, сантином мы как раз работаем. У нее подход очень серьезный, интересный. Я чувствую, это нереальный покупатель. То есть я не собираюсь. Я сам подорвал уже более 35 штук, но у меня моя статистика будет месяц через три. То есть они меня наливают отзывы очень аккуратно. Они свои аккаунты, мне нравится то, что больше берегут. Ну не менее, чем мы свои. То есть они также за них выгуливают, тренируют, дрессируют, долго живут. И не делают так, что, например, сделали аккаунт, сделали пять оттенков. Ну как не верифай делать. Про продвижение я еще раз говорю. К сожалению, вот эти тысячами раздач не двигаются товары вообще. Вообще я не замечаю практически никакого товара, который у меня, например, в обзывании продвинут. Я просто делаю сейчас на данный момент. Лисен проснулся, запускаю PPC, работаю в PPC. Все. Органика идет, может быть, не спонтанно, просто тихо, спокойно идут продажи. И спокойно товар выпускается на 30-й день, на 27-й. Спокойно идут продажи. Да, сейчас там нет, у меня 150, 250, как раньше. Восстановим. Но в любом случае 30-50 продаж, зарплаты с аккаунтом. Я не знаю, там по 40 тысяч, я считаю, с аккаунта нормально от 200 до 1000 долларов. Можно, в принципе, открывать следующий. Вот как я сказал, у меня на многих аккаунтах просто разные тематические товары. В одной и той же тематике. Ну, то есть, влить на здоровье. Здоровье ног, здоровье головы, здоровье руки. Ну, то есть, вот. Я просто разбиваю это по этой. Могу разбить? Хорошо. В следующем аккаунте я сделаю этот товар, другая товарная линейка. Все. Такой вопрос. Можно ли как-то безопасить себя от возврата тем, что мы как-то будем специально упаковывать товар? Берем какая-то специальная наклейка, чтобы... Более не могли, да. Чтобы... Правда, идея одного приходит, я отвечу. Это не для всех товаров подойдет, но для некоторых подойдет. Мы использовали на одном из наших аккаунтов упаковку в целопан, в обычный, то есть не заморачивались, с которым мы используем это еще по одной простой причине. Если человек откроет целопанку, простую целопанку, поймешь, что ему не нравится товар, или даже пускаем в прицепе, это, не знаю, присоску к столу, и вернет на Амазон, Амазон завернет это все в целопанку и использует как купилы. Если это была ваша какая-то коробка или одноразовая упаковка, Амазон это отправит на целопанку. Вот, в общем-то, из этого, да, исходя. Да, все это клиенты. Ну, у нас, например, если упаковка открыта, то, соответственно, горнуть уже нельзя. А вы, если покупаете, то есть чай? Ну, мы запаиваем свои пакеты, потому у нас это одноразово. Ну, точно. Да, чай нельзя любить. Да, в целом. У нас, к сожалению, очень много продавцов и покупателей, которые пользуются этим. Мы замечали, они заказывают чай, пьют, через три месяца заказывают снова, пьют, но и каждый раз заказывают, а не делают репланы. Надеюсь, Амазон этот тварюк когда-нибудь прикочет. Любители чего? Ну, сейчас, сейчас я тебе дам микрофон, но здесь есть еще. Так, у меня несколько вопросов. Первое. Это вот стратегия на перезапуск. То есть, если мы перезапускаем товар, есть ли какая-то определенная стратегия именно в части рекламных кампаний? То есть, мы же собрали статистику до этого, ну, допустим, за полгода или за какой-то другой период. Вот. Собственно, нужно ли ее учитывать, допустим, сразу создавать мануальные кампании? Их уже, ну, начинать все так, как начинали в первый раз. Вот. И еще вопрос у меня по поводу, ну, различных типов соответствия. То есть, ну, по вашему опыту, какое количество слов является оптимальным, ну, в каждом типе соответствия в ваших кампаниях? Ну, по поводу перезапуска, это имеется в виду вообще там, это слово-массивное или перевозное? Нет. Нет, я понял. Я понял. Я понял. Ну, по сути, это новый этап. Ну, по сути, это новый запуск, конечно, если будет то же самое. Хороший вопрос. То есть, мы не делали перезапуск, сколько раз. Поэтому я бы, наверное, разгренял точно так же, как и теперь. То есть, если он заходил хорошо со старта, то почему-то... Не верно. Делать, значит, нехорошо. Нет, я вам не верю, да? А, ну, если он нехорошо заходил... Может, решили вот наделать в начале, но он может появиться. Но тогда надо по стилистике справлять сначала. А то, что статистика есть, если там были ошибки, допустим. В самом листинге, да, не те слова были, а то не факт, чтобы писать, а кто-то собрал правильно. То есть, его можно использовать, а его негативы можно использовать. Почему нет? Ну, я бы запустил данного все равно. Ну, данного запуска, понятно, мы уже обсуждали сегодня эту тему. Но, имея статистику, да, негативы абсолютно согласен. Плюс, если была статистика, то есть позитивы. Есть, ну, как бы, работающиеся штермы. А если есть работающиеся штермы, это перезапуск. Это нам скучно сидеть ждать Нового года. И бюджет позволяет, просто нужно намного более мощнее запустить те штермы, которые у тебя уже рабочие. Дай им больше, ты сознательно потратишь больше денег, может быть, идешь в убыток чуть больше, но ты, по крайней мере, рискнешь здоровьем своего аккаунта или финансовым, чтобы вытащить этот товар быстрее на ту же позицию, с которой ты ушел. Мне кажется, первое, надо понять, почему перезапуск, то есть, если там был, например, хорошо продаваемый товар, и там, а вот стол затяжный, или еще что-то, это одна история. То есть, ты пользуешься статистикой 100%. Ну, я не знаю, я просто говорю, если товар хорошо продавался, и к каким причинам перестал, например, там, я не знаю, забанили аккаунт, все остальное. То есть, если столик классный, нормальных продаж, то однозначно я бы пользовался негативом, пользовался мануалом, например, на старте, опять же из хорошего бюджета. Ну, и не мешало того же самого запустить обалденно, там, большим бюджетом тот же, например, автомат. Вот. А если у тебя был рестарт, потому что ты просто вообще ничего не продавал, вот, ну, есть, опять же, две причины. Одна причина — заветно неправильно выбранный товар. Мы просто, не знаю, мы сейчас все тут соберемся, у меня есть человек, там, и диффузер пытаемся перезапустить, и все равно будет тяжело. Потому что диффузеры, там, продается на первой странице 200 штук, там, а то и 400 и 500 в день, а у них всего 500 штук. Товар она купила дороже, чем все остальные, потому что брала его и мало, и в Новый год. Вот. Ну, то есть, тут целый шлейф таких вещей, то есть, человеку надо выйти, хотя бы, там, 20-30 процентов денег вернуть просто, и все, и забыть. Как хорошо лицом двигаться дальше или забыть. Вот и все. И, соответственно, и второй момент, если ты просто ломал дров опять же. Надо поранализировать дрова, и, скорее всего, там, эти ключи тебе никак не помогут. Я бы, наверное, подумал, я бы просто вот этот период запуска автомата запустил, посмотрел, что он показывается по тем запросам, которые у меня в том же мануале, значит, ну, и они работают точно так, или лучше. Значит, можно использовать, и просто там, через неделю, дерьмо, недели через две, там, где ждал бы месяц, ну, давай, два раза, три. А по второму вопросу? Да, давайте поговорим. А, ну, оптимальное количество слов? А. Шестьяков? Шестьяков? Вы только больше, да? Да. Шестьяков? Шестьяков? Просто по статистике, я тоже правильно рассказывал, что работает одновременно не больше пятидесяти-шестью-пятидесяти слов в компании. Он просто проанализировал все свои тысячи аккаунтов и сказал, что там максимум 100 с чем-то в него набиралось на группу. На первой части группы, как? Это я вот так делал, я рассказывал, что я запускал там, suggested по тысяче слов и так далее. Я в итоге взял, перед Новым годом, когда у меня был мастбат, я взял лайфтайм, статистику и просто нафиг удалил, даже не важно, релевантные или нет, запросы, не принесшие ни одного клика, ни одного показа. А их был, ну это мусор, он даже релевантный, может быть просто длинный, там низкочастотный, и зачем такие слова остались. В итоге сейчас у меня остается 50-60 кива дом, которые способны сгенерировать все, что мне нужно. И только в некоторых случаях, когда слишком много там, ну, американцы очень странно могут швабру описать двумя тысячами шерштермов, и стоит продающие шерштермы добавлять просто в провод, в экзак, и тогда, конечно, вы переварите за цикл в 60, но для старта, для понимания, как работать их там, и 60, наверное, знал, как будет. Вы уснули уже? По поводу патентов. Были ли у вас какие-то товары, которые нужно патентовать в Америке, в Китае, может быть, где-нибудь еще? Если были, то как это делается? Тут же вопрос, Александр, наверное, больше к тебе, потому что с экзактором ты работаешь, ну, понятно, может быть, ты где-то слышал, в курсе, там, потому что это тоже патент, ну, я знаю, либо патентовали уже, либо сейчас патентовали. Как раз человек, который занимается именно торговой маркой, он занимается и патентами, а патент есть, насколько я понимаю, трех видов. Это дизайн, ну, дизайн-изобретение, но в основном, короче, вот, длинные изобретения, это не на шум, то есть это просто, там, какой-то космос, там, десятки, там, сотни тысяч долларов и много лет. Патент на дизайн, в любом случае, Саша как раз рассказывал, достаточно просто обойти, но в любом случае надо как-то изменить. То есть все делают патент на дизайн и патент-бендинг. Патент-бендинг, наверное, возможно, чтобы пожаловаться наперед, как-то предупредить людей и потом и предъявить. Вот, у меня ученик один это делал, патент-бендинг делал, и вот это все вещи. Вот, что-то стоит около 800 долларов, патент на дизайн на полторы тысячи, ну, что-то такое, такие вот. В принципе, можно, бездетки, проблем особых нет, но патент на дизайн, его достаточно легко обойти. То есть вот мы сейчас даже товары запускаем по обучению, у нас там, то есть мы все время внутри занимаемся, то есть эти деньги, которые мы заработаем, обучаем, мы просто в группе запускаем товары и с ребятами вместе их запускаем, ну, нам по приколу. Вот, и у нас там еще как раз товар чисто дизайнерский, ну, то есть прям кусок бумаги, кусок картона, из него чего хочешь, твой яй, так скажем, и мы нашли там заточек, как это делается, вроде там, патент-бендинг, и вот сейчас, ну, нам осталось как раз, ну, чуть-чуть нам сделать квадратную ручку там, ну, и все. Вот, вот, и вот такая история. Последние два вопроса. Еще будет один. Уважаемые стикеры, можете ли вы, если у вас есть какая-то стратегия PPC, формулируйте ее, вот, да? На, надеюсь, что она только у вас кит. Блин, а мы тебе динчин занимались, да? Да, есть стратегия, называется «Бери больше, кидай дальше, поколение отдыхай». Просто надо брать, не бояться, надо понимать, когда накладывают деньги в товар, надо понимать, что продвижение может быть в несколько раз больше денег потратить. И все, просто готовьтесь к этому и закладывайте бюджет. Вот, как раз Саша рассказывал про мануал, я его так не докручивал, там, Артем, я так понимаю, перекручивает. Вот, ну, соответственно, нет, 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 я тут прохожу, что он перекручивает, он как раз говорил, что он перекручивает, я не знаю. То есть я его чуть-чуть не докручивал, то есть сейчас у меня зародилась такая мысль, я экспериментатор. То есть в любом случае я его буду больше крутить. Ну и все, но это просто реально закладывайте бюджетом, я не знаю. Ну, я начинаю со 100 с 200 долларов просто, то есть на все, 100, 200, 100, я просто кто-то с 10 начинает, я не знаю, просто у нас заложено вот это вот, 10, вот его получи там, 10-20 долларов на бюджет, это неправильно. Ну, я не знаю, 1000 есть смысл? Нет, нет, но 100-200 и начинаешь. И у тебя каждый день бюджет там 300, 500, 800, 1000, 1500 долларов. Все, и потом уже идет статистика, просто математическая таблица, по которой вы делаете. Единственное, плохо то, что долго подтягивает статистики непонятно как. Вот с ней работает нюанс в лучших. Ну, уже чуть быстрее статистика подтягивает, вчера на сегодня можно посмотреть. Сколько времени? Ну, там точно 60%. А, во сколько точно? 23-45, уже 60-70% статистики есть, вчера на сегодня. А, 23-45, Киевского, ну здесь такое же время. Да. Это про экспериментатора Дениса, я крутиру рекламу где-то в месяц плюс-минус. Так вот, это, наверное, единственный человек, который сказал мне, еще больше, еще больше, давайте покрути рекламу. И он продавал там, грубо говоря, свои вилки в таблетках. Я говорю, ты понимаешь, что ты вилки в таблетках рекламируешь? Я это вижу, и можно там сэкономить 1000 долларов в месяц. Нет, вот он заказал именно такой способ раскрутки. Там можно было процентов 30-40 графика, наверное, снизить. Но, возможно, именно такой подход, тотальный, не знаю, человек пришел за таблетками, накупил вилку и дал свой результат. Ну, я не буду изучить какой-то товар, но, по крайней мере, результат был фантастический. И есть вилки таблетки. Да, таблетки вилка. Да, еще чуть-чуть просто. Стратегия подставит. На старте отдаем бюджет и разгоняем это все дело. Потом начинаем оптимизировать и вырезать. Вот Сережа тоже об этом долго-долго рассказывал. То есть у него, можете считать, два года оно лилось там, не то чтобы никуда он как-то продавал. Потом он взялся за оптимизацию и стал просто получать все. Сливать целевые клики и получать целевые продажи. Ничего нового. Я не знаю, я ответил на вопрос или нет, но… Я ответ лично, все, да. Она очень хорошая. Ловили вы кого-то свои листы или на скликивание и как-то думал? Нет. У меня только нет. Нет, у нас нет. Ну, то есть, если оно там и есть, то… Amazon… Amazon, во-первых, корректив. Корректив. Бывает. Он часто… Почему эта статистика долго подтягивается? Потому что она, во-первых, тянется. Чтобы вы понимали, почему. То есть все долго-долго. Клиенты заказывают. Некоторые оплачивают кредитными картами, которые сразу бьются. Кто-то оплачивает через счет, который там пока не поступит заказ. Этот заказ не поступит. Статистика не упадет, как подтверден. Поэтому оно еще потом добавляется. Плюс работает система анти-клика, которая периодично, раз в сутки просто снимает невалидные клики. Они так отличаются. Невалидные клики снимает и корректирует эту же статистику. Там тот же Коршин рассказывает, что бывает скликивание, когда ты на первой странице. Бывает так, что находят таких ботов. Ну что, пишешь суббор, говоришь, думаешь, что там есть проблемы. Тебе отвечают, окей, мы расследуем. Что-то расследуют, что-то возвращают. Коршин что-то возвращает. Сколько это не понимает. Никто не знает, как это понять. Я это один раз писал. Я думаю, что есть проблемы. Я думаю, что стоит опустить ставку, раз кликают, вот прям в топе и кликают. Ну, надо, значит, это делать. А я думаю, что да. У меня было скликивание один раз. Когда меня разликали, я написал Amazon. Я сказал, что все в порядке. Я написал второй раз. Он мне опять отказал, сказал. Я написал третий раз. И тогда потом мне третьего раза все вернули. Ну, там примерно небольшая сила была. Там что-то было около 150 метров сликали. А, и показательский клик у меня это очень высокий сет. Если средний сет там 0,8, а здесь 5%, то это явно. Я вот как раз к этому моменту. Я просто отфильтировал все терп-стермы, у которых сидят вот 20% выше. Нет, там может быть два клика, и это не показательный. Я на нашу машине, и прежде всего. Так, так, сейчас именно пишешь. Ну да, да, я на шагу. Хотел, да, в заключение как раз сказать. Очень много просто мифов, которых нет. И когда человек бюджет готов на 10 долларов, для него уже 20 скликивает. А на самом деле у меня бывает просто утром просыпаешься, а там, ну не знаю, там, ноль продаж и 50, например, скликивает. Ну, то есть я могу тоже сказать, что и скликивает. Скликивает, когда у вас там, я не знаю, 10 тысяч, 5 тысяч, и бюджет там, тысячи долларов у тебя скликивает просто. Раз, ты 10 тысяч поставил, 5 тысяч. Ну вот это да. А если у тебя там бюджет 20 долларов, то они в основном сидишь. Когда вот эти проблемы, понимаешь? Мне скликали, скликали, потом человек начинает разбираться, а у него там бюджет 10 долларов. То есть для него это, он там вложил в товар там 10 тысяч долларов, а у него бюджет на продвижение 10 долларов, и все. И сфотографировал сам дома. Вот. Так что, думаю, достаточно. То, что я и говорил, бюджет – это 100-крат, на всякий случай. У нас есть какой-то, вы знаете, что вы большинство долларов случайно в день не потратите. Что вы нам там придумали? Это не было? Аплодисменты! Аплодисменты!